Завидуете своим стройным подружкам. Почти не бываете на свежем воздухе. Начали сильно уставать к концу рабочего дня. По утрам не можете заставить себя подняться. Тогда вам может помочь бег. И даже если вы совсем не спортивный человек, пускай вас не пугает это слово. Бегом не могут заниматься только те, кому врачи ставят на это запрет. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. А с ленью, вероятно, вы и сами хотите что-то сделать, так почему бы не попробовать выйти на улицу рано утром и сделать первые шаги навстречу к хорошему здоровью и отличному настроению. Бегать. Легко, главное, начать. Не знаете, с чего именно. В этом вам поможет данная статья. Энтон Пепеп. Одежда и экипировка, чего уж греха таить. Приятнее бегать тогда, когда нравишься себе. Поэтому начать следует с похода в магазин. Прежде всего, обратите внимание не те модели одежды, которые облегают все тело. Спортивные штаны Клёш пусть и выглядят довольно симпатично, но оставьте их для тренировок в зале, а вам нужны специальные штаны для бега, которые имеют либо прямой фасон, либо заужены к низу. В качестве верхней части вашего спортивного костюма пригодится олимпийка с парой карманов на молнии. Зачем карманы? Туда вы можете положить ключи от квартиры и проездной, если до ближайшего парка вам надо ехать на транспорте. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Девушкам также следует уделить внимание правильно подобранному нижнему белью, так как нет ничего хуже, чем постоянно сползающие бретельки бестгальтера. Сейчас в магазинах есть великое множество таких бра, которые не будут впиваться в кожу и сползать через каждые 20 метров. В холодное время года позаботьтесь от тонкой шапки или специальной повязки, которая бы закрывала уши, но в ней не было бы жарко, а также шарф, который бы грел шею. Вы вряд ли получите удовольствие от бега, если вас сильно продует после первых же пробежек. И, конечно, самая важная вещь – кроссовки. Забудьте о словах тех бегунов, которые советуют вам не покупать дорогую обувь, а бегать в старых дачных кедах. При регулярном беге в такой обуви вы можете заработать себе травму или плоскостопие. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Не надо и впадать в крайность, не покупайте самую дорогую и раскрученную модель, у множества бюджетных фирм есть очень хорошие кроссовки отличного качества, которые вполне подойдут новичку. В беговых кроссовках пятка должна быть выше, чем подошва у носка. Смотрите, чтобы материал был дышащий, тогда вашим ступням будет комфортно и не жарко. Пускай подошва будет не гладкая, а со всевозможными неровностями, чтобы лучше обеспечивалось сцепление с землей или асфальтом. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Надо ли приобретать пульсометр, шагомер и другие девайсы? Решать вам. На первых порах вам вполне хватит наручных часов, чтобы следить за временем, и карт в интернете, где дома вы сможете посчитать, сколько пробежали. Готовь сани с лета, а маршрут с вечера, правильно проложенный маршрут, очень важная составляющая для любого бегуна. Если вы полны решимости завтра начать бегать, то сегодня вечером следует прогуляться по тем местам, где вы и планируете заниматься. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Конечно, в идеале это должен быть парк или лес, но там придется очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться, а каждый раз после дождя могут появляться большие лужи, а тропинки будут. Полны грязи? Собираетесь бегать вдоль домов, посмотрите, чтобы рядом не было проезжей части. Воздух, насыщенный выхлопными газами, не самое приятное вознаграждение за ранний подъем. Но если рядом с вашим домом нет зеленой полосы, то проблема автомобилей решаема, надо лишь вставать еще раньше. Обычно около шести утра машин почти нет. Кроме того, при беге в соседнем дворе вас могут смущать случайные прохожие, хотя им, скорее всего, нет до вас никакого дела. Как подняться так рано? Лечь спать в 23,00, а не в час ночи. Не преувеличивайте свои возможности, вряд ли вам под силу пробежать в первое же утро 10 километров. После того, как вы определились с маршрутом, посмотрите, сколько реально вы сможете пробежать в первое утро. Начните, например, с 2-3 километров, а остальное пройдите пешком. Постепенно увеличивайте нагрузку с каждым днем. Как же правильно бегать, начинайте всегда с разминки. Потяните мышцы, присядьте несколько раз, сделайте махи ногами и тому подобное, после этого можно начинать бежать. Если вы решили бегать, чтобы поддержать тело в тонусе, то можно это делать в одном темпе в течение всего пути. Если вы хотите подкачать мышцы и похудеть, то периодически меняйте скорость, переходите от медленного темпа к быстрому, потом опять медленно, затем ускоряйтесь и так далее. В конце маршрута перейдите на шаг и выполните еще несколько простых упражнений, как на разминке. Мотивация самая сложная, найти то, что будет вас мотивировать начать, а потом не бросать. Бегайте с кем-то. Сообщите своим друзьям, что решили заняться бегом, и спросите, не хочет ли кто-нибудь присоединиться. Когда у вас есть партнер, бросать будет просто стыдно. Пойдите с собой на сделку. Нет, не надо покупать себе любимую шоколадку после каждой пробежки. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Но вот какой-нибудь экзотический, очень вкусный фрукт, пожалуйста. Сюда же относятся косметика и одежда. Для таких целей вы можете завести себе копилку, куда после каждой пробежки будете опускать купюру определенного номинала, а в конце месяца сможете за раз эти деньги потратить. Например, купите сногшебательный купальник отпуску, ведь теперь не стыдно в нем показаться. Составьте наглядный план пробежек. Не стоит давать себе обещание в голове бегать три раза в неделю. Заведите календарь, отметьте там понедельник, среду и субботу в качестве дней, когда вы будете вставать раньше и идти на пробежку. А затем вычеркивайте эти дни, когда задание будет выполнено. Многими людьми доказано, что бег по утрам борется с бессонницей и плохим настроением. Он помогает улучшить физическую форму и поправить здоровье. Попробуйте бегать всего 21 день, именно столько надо, чтобы это вошло в привычку, а потом вы сами себе будете благодарны. И тогда уже вы будете ловить восхищенные взгляды своих подруг. Ведь что можете быть лучше активной жизни? И тогда уже вы сможете подать пример своим друзьям, знакомым и людям села улицы, что все в их руках, а точнее ногах, стоит лишь сделать первый шаг. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.